Колизей или амфитеатр Флавиев – это символ и самая популярная достопримечательность Рима. Нам не дано увидеть трибуны Колизея из белознежного травертина, арену, статуи между арок, не говоря уже об атмосфере. Сегодня мы видим лишь скелет этого огромного амфитеатра. И все же каждый стремится прийти сюда, чтобы воочию увидеть величайшую арену античности. Усаживайтесь поудобнее. В этом видео будет много всего интересного. Даже если вы уже знаете про Колизей. Всем известно, что здесь, в Колизее, проводились гладиаторские бои, травля диких зверей и казни преступников. Я постараюсь кратко, но интересно с разными примерами рассказать вам про Колизей и гладиаторов. Скучно не будет, я вам обещаю. Амфитеатр Флавиев, так Колизей называли до VIII века, был построен династией императоров Флавиев в период с 72 по 80 годы н.э. Но всегда начинаю свой рассказ о Колизее с пожара 64-го года. Именно эта дата поможет последовательно понять, что было на этом месте, что находится под землей и что было построено позже. Великий пожар 64-го года н.э. бушевал 6 дней и 7 ночей и расчистил в городе огромную территорию на трех холмах. Император Нерон, воспользовавшись пожаром, занял огромную часть земли для строительства Золотого дома Нерона. Земли, на которых раньше жил простой народ, стали принадлежать только Нерону. Золотой дом Нерона – это был огромных размеров комплекс, на который была потрачена вся казна, и к тому же были подняты налоги, что привело к бунту, ну а бунт подтолкнул Нерона к самоубийству. Конечно, про Нерона надо говорить отдельно, и есть что сказать, но об этом как-нибудь в следующий раз. В центре этого комплекса стояла 36-метровая бронзовая статуя Нерона. После самоубийства Нерона новый император Веспасиан решил стереть с лица земли все, что было построено Нероном. Он прекрасно понимал, что удержать власть в своих руках он сможет только в том случае, если завоюет уважение и расположение народа. Он мудро поступил, решив обеспечить народ хлебом и зрелищами. На месте огромного пруда сейчас находится Колизей. Построили Колизей, а про золотой дом Нерона все забыли до 16 века, пока однажды прогуливаясь по холму, под землю не провалился человек. Потом туда в пещеру, под свод золотого дома на канате спускался даже Рафаэль, рассматривал фрески золотого дома, а потом использовал увиденные элементы при росписи лоджии в Ватикане. И сейчас у нас, у жителей 21 века, есть возможность спуститься в золотой дом Нерона, который был построен после Великого пожара 64 года нашей эры. И до сих пор он поражает своим масштабом и планировкой. Всем-всем-всем советую туда сходить. Теперь вы понимаете, почему рассказ про Колизей стоит начинать с пожара. Вернемся к Колизею и его названию. Существует две версии, почему амфитеатр Флавиев называется Колизеем. Первая версия в переводе с латинского слово «колосеус» – громадный, колоссальный. Ну а вторая версия, что названием амфитеатр обязан не своим размером, а 36-метровой бронзовой статуи Нерона, которая стояла рядом. Статуя была слишком большой, чтобы просто снести ее. Веспасиан нашел выход из положения. Эта статуя перенесла серьезную пластическую операцию. Была удалена надпись, которая гласила, что это Нерон, черты лица были изменены и добавлены металлические пики к голове, как лучи солнца. Это теперь не Нерон, а бог солнца. Ростом статуя – выше десятиэтажное здание. Денег в казне не было, их все потратил Нерон. И Веспасиан решил, как можно быстрее найти финансы для строительства амфитеатра. Был взят и разграблен Иерусалим. На эти деньги и был построен амфитеатр. 30 тысяч человек было продано в рабство, а 70 тысяч пригнали в Рим. Они работали по добыче камня для строительства Колизея. И эту грандиозную стройку почувствовали на себе простые граждане. Опять подняли налоги и ввели новые. Уже два видео вподряд я рассказываю вам про налог на туалеты. Именно при строительстве Колизея этот налог и был введен, благодаря которому и появилось выражение «деньги не пахнут». Строительство Колизея длилось 10 лет и закончилось уже при сыне Веспасиана, при Тите. Сто дней праздновали открытие, были убиты тысячи гладиаторов и диких зверей. Колизей – это место, где смерть одного человека приводила в восторг тысячи зрителей, которые пришли развлечься и отдохнуть. В этот период в Риме проживало около миллиона или полутора миллиона человек. Амфитеатр вмещал 50 тысяч зрителей. И представляете, какой он был прочный, чтобы выдержать вес. Внешняя сторона амфитеатра состоит из четырех ярусов. Первый ярус – это 80 арок, каждая из которых служила пронумерованным входом в зрительный зал. Второй ярус тоже состоял из 80 арок, только здесь арки были украшены статуями. Это изображение божеств, героев или исторических персонажей. Создается впечатление, что это крепость или языческий храм, но не место для развлечений. Если арки первых двух ярусов были по 7 метров в высоту, то арки третьего яруса были несколько меньше. Над третьим ярусом находилась сплошная стена с окнами, между которых размещались бронзовые щиты. К тому времени римляне уже хорошо научились строить арки. Помните акведуки, которые поставляли воду в Рим? А тут словно взяли и поставили один на другой несколько акведуков. И так равномерно распределили нагрузку. Арки создавались отдельно, а потом собирались вместе. Огромное лего Древнего Рима. Проект был такой гениальный, что Колизей стоит до сих пор, несмотря на расхищение и землетрясение. Стены Колизея сделаны из блоков Травертина. Его привозили из городка Тиволи. Все эти блоки были соединены друг с другом железными скобами, которые римляне выдергивали в средние века. Это можно увидеть при рассмотрении Колизея. На месте этих скоб сейчас видны сквозные дыры. Внутри амфитеатр выкладывали кирпичом и туфом. Всего Колизей насчитывал 80 входов, 4 из которых были предназначены для сенатов, 14 входов для людей, которые не имели богатой родословной, но имели деньги и 52 входа для остальных граждан. Входы для сенатов не были пронумерованы, а другие 76 имели свой порядковый номер. Если хорошо присмотреться, некоторые из них можно увидеть и сегодня. Вход в Колизей был по билетам, на котором была указана цифра входа и места. При археологических раскопках были найдены так называемые пригласительные билеты. Это были глиняные номерки, которые раздавались жителям города перед представлением. Здесь, прямо как в Инсуле, помните, самые бедные жили на верхних этажах? Так и в Колизее. Чем беднее, тем выше твое место. Чем богаче и важнее, тем проще ему было дойти до своего места. Лестницы и коридоры были сделаны так, что люди разных сословий никогда не сталкивались друг с другом и давки при таком большом количестве зрителей не было. Попадая внутрь, зрители рассаживались, а продавцы торговали подушками для трибун, лепешками, оливками, орешками. Тут же кучковались люди, которые делали ставки на победителя в ближайшем гладиаторском поединке. Колизей был наполнен кричащими и орущими людьми. Их тут около 50, а в некоторых источниках написано, что в Колизее могли одновременно находиться 70 тысяч человек. Люди кажутся здесь такими маленькими, все в разноцветных одеждах, и общая картина кажется, что это просто рассыпанное конфетти. В летний зной или в осеннюю непогоду матросы императорского флота натягивали над Колизеем огромный тент, который защищал зрителей. На самом верху Колизея стояли 240 массивных столбов, от них тянулись длинные канаты, которые и держали тент. В центре оставалось большое круглое отверстие, прямо как око в пантеоне, в храме всех богов, помните? Тут мы с вами уже разобрались, что нижний ряд был предназначен для сенатов, и здесь же находилась ложа императора. За этими местами следовали места для римских граждан. Ну и потом, чем выше, тем беднее. А последний ярус был вообще стоячим. С этого яруса за зрелищем наблюдали рабы, иностранцы и женщины. На арену вели два входа. Первый вход назывался Врата Триумфа. Через них выходили на арену и возвращались обратно с победой. Вторые врата назывались Врата Лебятины. Они так названы в честь богини смерти. Туда уносили мертвых и раненых. Сама арена подвергалась многочисленным изменениям на протяжении существования Колизея. Сначала это была почва, покрытая песком, а когда это место занимали сады Нерона, здесь располагалось искусственное озеро. Веспасиан сохранил трубопровод. Арена наполнялась водой и осушалась. Поэтому мы очень часто можем встретить картинки, которые показывают нам морские бои в Колизее и представления с участием крокодилов. Со временем народ хотел более грандиозных зрелищ на арене. И чтобы толпа была счастлива, нужны были постоянные новшества. Арену переделывали. Второй сын Веспасиана, Домициан, создал под ареной огромный подземный комплекс, который уходит вниз еще на 6 метров. Там устроено несколько подземных этажей, а водопроводная система в этот момент была убрана. В любом театре есть кулисы, которые находятся по бокам от сцены. У Колизея кулисы находятся под ареной. Сохранились рассказы о настоящих цинических машинах, например, о гигантских китах, внезапно появляющихся на арене. Когда они открывали пасть, оттуда появлялись медведи. Под ареной было два подземных этажа с коридорами, лестницами, клетками для животных и осужденных. Специальные подъемники поднимали наверх гладиаторов и зверей, и они появлялись как будто из-под земли. Во время звериной травли, чтобы оградить зрителей от хищных животных, делали сцену с решеткой, наверху которой торчали бивни слонов. На этой арене проходили целые театрализованные представления. Убийства и смерть стали еще более красочные и незабываемые. Это были целые театры крови. На арене амфитеатра проходили такие зрелища, как бои гладиаторов, травля диких животных, убийства осужденных преступников и морские битвы. Для травли диких зверей в Колизей привозили животных отовсюду. Со временем некоторые виды животных просто вымерли. Животные сражались друг с другом. Лев против льва, бык против медведя, а иногда пары были неравные, например, лев против оленя. Ближе к обеду в Колизее начинались казни. Убийцы и разбойники были приговорены римским правительством к самой жестокой и позорной смерти – смерти на арене Колизея. Им могли дать оружие и шанс победить гладиатора. Но самое худшее, когда их отдавали на растерзание животным. Эти казни превращались в настоящее театрализованное представление. На арене устанавливали декорации, а преступников наряжали в костюмы. Преступника вооружали только кинжалом, чтобы вероятность выжить на арене сводилась к минимуму. В книгах описывается случай, как был бой человека с медведем. После того, как медведь одним ударом лапы лишает человека жизни, толпа ликует. И тут объявляют, за что он был приговорен к арене. Это был убийца. Он убил лавочника за каких-то 15 цестерсиев. За эти деньги можно было купить только тунику. Чистили арену, засыпая кровь сухим песком, собирали части одежды и тела, грузили тело в тележку и увозили. При таких зрелищах исчезает всякое представление о человечности. Если человек спасался от зубов зверей, зрители протестовали. Они чувствовали себя обманутыми. Для них это было как напрасно проведенное время. Но когда клыки вонзались в человека, они с ликованием хлопали в ладоши, видя, как хлещет кровь. Но были и такие случаи. Однажды одного ювелира, который продавал фальшивые драгоценности, приговорили к арене. Так называли эту казнь – приговорить к арене. Когда его подвели к клетке, из которой должен был выйти лев, и несчастный уже приготовился к смерти, из клетки вышел цыпленок. От напряжения ювелир рухнул в обморок. Потом на арену после казни преступников выходили акробаты. Но на них мало кто обращал внимание. Было время перерыва. Кто-то шел выпить воды из фонтанчиков, которые были на каждом этаже Колизея, кто-то спускался на нижний этаж по нужде. Все, впрочем, как и сейчас, во время перерыва. Начало второй половины дня многие римляне считали, что это лучшее время для похода в Колизей. В первой половине дня проходили утренние травли, публичные казни, в обеденный час проходили спектакли, а во второй половине дня – гладиаторские поединки. Самые первые гладиаторы были осужденные на смерть преступники, пленные и рабы, которых специально покупали для этой цели и обучали. Но позже профессиональными гладиаторами стали свободные люди, так как они могли заработать деньги. Гладиаторы сражались как один на один, так и группами на выживание. Такие бои были зрелищными, каждый сам за себя. И он заканчивался тогда, когда в живых оставался только один гладиатор. В случае, когда гладиатор был ранен и не мог сражаться, он поднимал указательный и средний палец вверх, таким образом прося публику решить его участь. В зависимости от мнения толпы победитель должен был добить лежачего или оставить его в живых. Распространенное мнение, что поднятый палец означал жизнь, а опущенный – смерть. Жизнь означал просто спрятанный большой палец в кулак. Если толпа требовала убить, гладиатора убивали. Потом прижигали раскаленным железом, чтобы убедиться в том, что он умер, а не притворяется. После чего тело крючками стаскивали с арены. Гладиаторских школ в Древнем Риме существовало великое множество. Одна из них находится возле Колизея. Самые значимые и богатые были императорские школы, но были и частные. Обучение в них было очень суровое. Многие рабы старались попасть в школу гладиаторов, так как, сражаясь на арене и завоевывая уважение публики, они могли завоевать себе свободу. Прославившиеся гладиаторы получали достаточно большое вознаграждение за свои бои. Например, был такой случай, когда гладиатору был подарен целый дворец. Именно поэтому рабы-гладиаторы не прекращали участвовать в боях, даже получив свободу. Был такой гладиатор Фламма, он четырежды получил свободу, но всякий раз вновь подписывал контракт и выходил на арену. Он так и остался гладиатором, но в 39-м бою его убили. Возле Колизея в Древнем Риме в специальных киосках можно было купить жир животных и под гладиаторов. Женщины использовали эти вещества в качестве косметических средств. А также есть сведения, что после гладиаторских боев собирали кровь мертвых гладиаторов и продавали ее как лекарство. Римляне считали, что гладиаторская кровь могла вылечить от многих болезней и пили ее. Римские врачи подтверждали, что это лечение работало, а также писали, что вырезали печень у мертвых гладиаторов и ели ее в сыром виде, тоже как лекарство. Если побежденные гладиаторы становились лекарством, то победители становились источником афродизиаков. В римские времена спортсмены чистили себя, покрывая тело маслом и соскабливая отмерзшие клетки кожи, а также пот и грязь с помощью инструмента, который назывался стригаль. Как правило, эту грязь просто выбрасывали, но только не в случае с гладиаторами. Эти соскобы грязи расфасовывали в бутылочки и продавали женщинам в качестве афродизиака. Также эту смесь добавляли в крем для лица. Женщины думали, что, используя такой крем, они станут неотразимыми для мужчин. В наше время популярность гладиатора можно сравнить с популярностью знаменитого футболиста или певца, которые вызывают бурю эмоций. Известно, что гладиаторы были горячо любимы женской половиной зрителей, не только простыми римлянками, но и дамами обеспеченными. Гладиаторы были еще и высокооплачиваемыми любовниками. «Иногда даже гладиаторы сбегали со своими возлюбленными», – вот так описал Ювенал, гладиатор, сбежавшего со своей возлюбленной. «Все тело в шрамах, глаза слезятся, на носу красуется огромный желвак от шлема. Одним словом, как говорит поэт Ювенал, меч в гладиаторах женщины любят». Известно, что на арену Колизея выходили даже некоторые римские императоры. Например, в V веке император Комот. Он сражался как гладиатор и приказывал вносить сообщения о всех своих выступлениях в исторические документы. Говорят, что на арене он сражался 735 раз. По легенде, он был заколот ножом на арене, но на самом деле его задушили за день до выхода на арену. Колизей – это место, где число смертей на единицу площади самое высокое на Земле. На этой арене были лишены жизни сотни тысяч людей, а по некоторым оценкам – больше миллиона. В 350 году н.э. гладиаторские бои находились на пике своей популярности. Первый известный нам поединок гладиаторов в Риме был устроен в 264 году до н.э. На похоронах так сыновья умершего подшли прах отца. Гладиаторское искусство развивалось почти 600 лет. За это длительное время гладиаторские бои были очень популярны, но и они со временем были запрещены и пришли в упадок. Когда-то считалось грехом учить убивать и калечить человека. А во времена гладиаторских боев его голым и беззащитным бросали на арену, и смерть его становилась зрелищем для других. Конечной целью каждого поединка была смерть. Христианство учило, что каждый человек достойен уважения и милосердия. Однажды молодой христианин Алипий встретил своих друзей на улице после обеда. Они шли в Колизей смотреть гладиаторские поединки и пригласили Алипия присоединиться к ним. Он отказался, но они все равно тащили его за собой. Алипий сказал, вы можете заставить меня пойти туда, но не сможете заставить меня смотреть. Алипий, как и обещал, сидел с закрытыми глазами. Во время сражения человек упал, и толпа зрителей взревела от восторга. Любопытство взяло верх, он открыл глаза и увидел кровь, и это зрелище пробудило в нем дикие страсти. Вместо того, чтобы отвернуться, он впился в арену взглядом. Не понимая, что происходит, он впал в безумство и был поражен представлением. Больше он не был тем, кто пришел на стадион. Теперь он был одним из толпы. Он смотрел, кричал, им овладело сумасшествие, которое заставляло его возвращаться на стадион снова и снова, и вел с собой других. Ситуация с гладиаторскими боями изменилась в начале IV века, когда Константин Великий стал императором. Константин был провозглашен императором в 306 году н.э. Однако не сразу были запрещены гладиаторские бои, но уже шло к этому. Сначала военным после окончания службы запретили поступать в гладиаторские школы, их постепенно стали закрывать. Потом через некоторое время запретили судьям приговаривать преступников к смерти на арене. И вскоре после 440 года н.э. гладиаторские игры прекратили свое существование. В XV-XVI веках камень из Колизеи использовали для постройки дворцов, например, Палаццо Венеция на площади Венеция, Палаццо Форнези. В Колизее хотели сделать цуконную фабрику, и на короткий период времени Колизей все-таки превратился в завод для производства селитры. Несмотря на это, Колизей уцелел. И вызывает восторг как памятник человеческому мужеству. Папа римский Бенедикт XIV, взявший под защиту Колизей, приказал установить посреди арены громадный крест и ряд алтарей в память об истязаниях. А также этот папа запретил использовать Колизей в качестве каменоломни. Ученые считают, что с VI по XXI век от Колизея мы видим две трети его первоначального объема. И не потому, что он сам разрушился, а потому, что просто жители Рима растаскивали камни травертина для строительства новых сооружений. Очень хочется надеяться, что вы досмотрели видео до конца и узнали что-то новое о самом грандиозном сооружении древнего мира, который входит сейчас в список семи чудес света. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь и ставьте колокольчик, который сообщит вам о новых видео на канале. Ну а я ставлю загружать видео на канал и пойду прогуляюсь по Траст Эвери, а значит, до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok